Всем привет! Начинаю рождественский влог. И да, это тюльпаны. И на носу Новый год. Это Томак, между прочим, купил для мамы, потому что мы сейчас находимся как бы в моей комнате, которая на время превратится в комнату мамы. Я разложила диван. Это то еще задание. Он очень странный языке. Самая неудачная покупка оттуда. И да, жду, когда мама приедет. Надеюсь, что я не отключусь, потому что она прилетает довольно поздно. Наконец-то папа привез елку. А сейчас будет прикол не поместиться. Давай, Томак. Томак, тебе помочь? Нет. А, я не знала, что это так крепится. У нас тут пижамная пати практически. Еще все в пижамах на минуточку 11 часов утра. У нас с мамой никогда такой большой не было, да? Всегда поменьше. Ну, это искусственные елки. Ну, в смысле, с плантацией. Ну, да. Они даже не растут в Польше. Как не растут? А где? Сибирская елка, потому она не пахнет. Это тоненькая? Нет, это сорт елки такой еще. Это не та ель, которая... Это елки для дома. Да. Это не из леса. Как ее называют? Это елка сибирская. Сибирская что-то? Это искусственно выращенная. Ялица сибирская. Осторожно, мальчики, что у вас... Вау, какая... Вот такая красивая елки такие, пушистая, пушистая. Да, да. Хотя у нас диваны для дома такие ровные. Они стандартные, слушай. Стоит все обвинутые. Лысых мест такие. Да, да. Ну, там выбор такой, какая-то бедучка. Мне кажется, Томак, здесь она... Здесь она пушнее, так... Еще больше, чем в прошлом году. Класс! Это стороной елки, там немножко меньше елки, а там больше. Негде спрятаться в доме, чтобы в какой-то относительной тишине сказать вам пару слов. Ночью прилетела моя мама, и, как вы видели, мы поставили елку. Сейчас еще ждем двоюродную сетричку мальчишек. Она уезжает на праздники, и на Вигилию, то есть на само Рождество, они не увидятся. Каждый год так, потому что брат и его бывшая жена, они разведены. И мы очень хотим, чтобы у них и дальше были такие близкие отношения, как-то, когда они были помладше, они меньше общались. И сейчас у них как-то больше интересов, больше каких-то общих игр. И мы хотели бы всем вместе наряжать елку. Будет также брат Томака. И, блин, это так здорово. И, наверное, впервые за все это время, когда я живу одна, я ощущаю вот это волшебство праздников. Потому что раньше как-то вот с моей стороны никого не было. Я рассказывала, что болел мой папа, были какие-то другие неприятности, которые сейчас, наверное, не хочется вспоминать. Но, блин, это так здорово. Это так необычно, с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что меня так радуют какие-то обычные факты. И цените то, что ваши родные и близкие рядом с вами. Кстати, мама улетает. И на следующий день прилетает брат со своей девушкой на юбилей моего Томака. И также остается на Новый год. И еще Настя к нам приедет на Новый год со Стасом. Так что эти праздники у меня прямо с моими... Не то чтобы с моими людьми, потому что поляки тоже близкие мне люди. Но просто как-то так по-другому и очень душевно. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok У нас играет рождественская музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 подарки, но Тома куда-то их запрятал, не могу найти. И я не знаю, как это получилось, но оказалось, что у меня очень много упаковочной бумаги. Это классно. Значит, буду комбинировать. Я также докупила всякие веточки, ленточки, шнурочки, но не хочется ничего такого сверхъестественного. Я люблю все такое более скромное. И себе в качестве подарка я купила пижаму в H&M. В Инстаграме постоянно мне показывают за 10 евро. Вообще, мне кажется, что кто-то ошибся. И в Инстаграме также я говорила, что люблю радовать себя разными мелочами. И вот мой самый главный подарок от меня для меня на эти праздники. Шикарная чашка. Я их регулярно разбиваю, поэтому моя коллекция любимых чашек постоянно обновляется. Ну, почему бы и нет. Здесь у меня чай немножко приболела, так что надо подумать о том, чтобы закусить все медом. Главное, чтобы ничего не слиплось. А то я сегодня столько сладкого съела, что аж самой страшно. Здесь у меня зубные щетки для мужа и свекрови. это подарочек для бабушки. Я вам показывала, точнее, для прабабушки. А это подарок для мамы. Значит, свекровь. Купила ей такой шарф из ангоры. И он также с шерстью. И, девчонки, сегодня красила маму. Ей очень понравился спонж. Ну, то есть, нанесение тональной основы при помощи спонжа. Я показывала вам, что заказывала вот этот. Так что мамочка получает. И я еще заранее докупила ей сыворотку ланком. Вот эту Жемифик. Она ей очень нравится. Под глаза были распроданы. Надо будет ей тоже купить. И также ей нравился аромат Because It's You от Armani. И снова я все разворошила. Придется складывать красиво. Так что дарю ей вот этот аромат. Очень-очень классный. У мужа есть это парные ароматы. Такой сладенький. Ей понравится. Так, мне нужны две руки. на сегодня я закончила. И сегодня был очень насыщенный день. Так что это все. На что меня сегодня хватило. Продолжу завтра. Немножко отдохну. И это очень забавно. Подарок от меня для меня. Еще и запаковала сама. Ну, случается. 23 число. Вечер. Начинаем подготовку к Рождеству. Узвар поставила. Мама привезла все для Кути. Мам, это пшеница? Пшеница. Пшеница уточняю, чтобы я тут не выдала ничего. Перемолотый мак. Орехи. Здесь мы купили изюм. Грибочки. Грибочками сейчас займусь. Буду готовить грибной суп. Он как-то был в футбуке. Но я вкратце расскажу, потому что очень вкусный и мега быстро готовится. В узварчике у нас яблоки, чернослив, груши. причем у нас два вида чернослива. Один обычный, а второй копченый. Семья мужа именно так любит. Так что ставлю на какое-то время. Пусть варится и дальше уже в конце, когда он остынет, я добавлю мед. Пшеницу я помыла, поставила вариться. Грибы у меня белые, 100 грамм. Очень хорошо их промываем. Но мне показалось, что в этом году они гораздо чище. и залила их теплой водичкой. Оставляю на 2 часа и через 2 часа к ним вернусь. Я же еще не успела показать вам декор на столе. У нас только что не было электричества, поэтому мы зажгли все свечи в доме. Мама привезла бублики. Но я говорила об этом. Украшения я заказывала у своей зрительницы Юли. И там была такая красивая свеча. Мне жалко было зажигать ее до рождественского вечера, поэтому я заменила ее на подсвечник, который у меня был то ли с прошлого, то ли с позапрошлого года. Он кочует с места на место. У меня в хозяйстве ничего не пропадает. И еще малыши нашли шишечки, которые я покупала на елку. Вставили сюда. Тоже классно все выглядит. Я просто балдею от того, что здесь несколько видов хвойных. Но я думаю, что во время праздничного ужина мне придется все это убрать и оставить только такие маленькие свечечки. Потому что у нас каждый год так. Вот и все. изюм для кути заливаю горячей водой. Пусть он набухает. Грибочки я нарезала, я сменила им воду и теперь буду варить их целый час. Тома говорит, что бабушка кучу готовила. Я знаю. Ну, вы, что Тома не принесла. Ну, будет про бабушку, может, она оценит. Если бабушка Тома так. Нарезаем большую луковицу, разогреваем растительное масло и поджариваем лук. Ой, блин. Так, и теперь, девчонки, грибы отваривались в воде. Эликсир оставляем. А грибы добавляем к луку. Будем еще жарить их. Сейчас надо сделать огонь чуть меньше. Как пахнет. Столи лук, то ли, любите меня. Теперь в тот отвар, который у меня получился, я долила холодную воду. Кладу два лавровых листочка. Видите, у меня маленькие, поэтому получилось три. Два зернышка душистого перца. Солю все это дело. Теперь кладу сюда грибы, лук, еще немного черного перца, но смотрите по остроте, как там вам. И все довожу до кипения. И минут 10, наверное, еще поварю. И так как мы в Польше, и Тома говорит, что это не журек, а этот белый борщ, да? Правильно? Ну, там есть название. По-моему, больше. Журек. А, журек. И мы покупаем вот такую закваску, можно делать самому. Это на основе пшеницы, но как бы... Я еще не настолько хорошая хозяйка. И буду добавлять, и буду доливать, и смотреть как по вкусу. Я думаю, что где-то столько из этой бутылки я использую. Сколько здесь? Пол-литра, то есть одну треть, наверное, где-то так. И можно подавать с макаронами, с картофелем, и со сметанкой, с петрушкой. Смотрите, ну так как мы в Польше, у нас Рождество, то мы будем есть просто с отварным картофелем и без сметаны. И пол-ложечки майорана. Вот. Теперь точно все. Праздничное безумие продолжается. Уже далеко не утро, я все еще в пижаме. Но зато у меня практически готов торт. Главное поставить безе, так как оно запекается целых два часа. У меня есть влог, постараюсь оставить ссылку, и там был рецепт. Это торт Павловой. Что-то еще? А, секунду. Возможно, я кого-то разочарую, но часть блюд мы готовим заранее и замораживаем. Даже мама Томака всегда так делала. Ну, так удобнее. И обычно нужно убраться, себя в порядок привести. И то, что должно быть свежим, тоже готовим именно в день праздника. Это уазанки. Такие квадратные макароны с грибами и с капустой. Очень вкусные. Мама Томака делает просто потрясающе. Специально все расфасовано, чтобы быстрее размораживалось. Это крокеты. Их нужно будет подогреть или поджарить. Пока что не знаю. Еще у меня есть такие пельмешки с грибами и с капустой. И рыба будет свежей. Говорю, полу-нервная атмосфера. Все нормально. Но меня ложится сама. Накрываем на стол. Скатерть от мамы Томака. Я не знаю, может, она еще и от бабушки, но она очень старая. У меня счастье. Мы наконец-то снова купили тарелки языке, которые раньше у нас были. Все-таки не нашли ничего другого. Если придется еще закупать, то очень классно, что они постоянно есть на лече. Или Икеа все начало все это снимет с продажи и снова начнется проблема. Веточки такие у меня есть. Сейчас посмотрим, как это будет. О, выглядит здесь. Да, я, наверное, так и расставлю. Все уже готово. Вот такой у нас декор в этом году. Звезды горят. Стол накрыт. И в этом году я выбрала вот такую сервировку. Мне нравится, когда все такое натуральное. И немножко веточек добавила, показывала вам, как все это украшала. Не знаю, почему я так волнуюсь. Иду накрасить маму. Возможно, это меня расслабит. Томак уже нагладил мальчишкам рубашки. И будем ждать гостей. Через час уже все приезжают. Торт готов. Мое безе раскрошилось. Но все равно выглядит эффектно. Оставляю так. Главное, что он вкусный. Так, мне кажется, я знаю, где ваши подарки, мальчишки. Да, ну, немножко бери. Большой. А Захаркин? Есть, есть твой, конечно же. Иди сюда, Кайка. Это твой. Да. Для всех есть подарочки. Конечно, тебе помогут. Бабушка приехала. На вторая где-то спряталась. Есть. Мама, вина. 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 А где вина? А где вина? Да. Куда вина? Да. Куда? Не помню. Не помню. Что, тебе куриц? Да, не куриц. Порж. Я не вижу, что ты там у меня. Ну, подожди. Давай, наверное, не куриц. Блин, там, может. А это уже А где моя? Любимый дедушка. Дооо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok